Привет, друзья! Жак Майоль, Человек-Амфибия, так называемая, книжка. Он 100 метров глубину, без акваламбил, потому что в момент, когда пытался задерживать дыхание, прыгал в воду, не мог задержать дыхание. А потом, когда он стал фиксировать внимание на кундалини, так называемое, по йоге, когда его внимание было там, то вот эта задача задержки дыхания стала решаться автоматически, и он так сделал свой рекорд. Это первое. Я просто хочу рассказать, как работает мозг, и как человек, который не знает, как он работает, не знает по науке его закономерности, и очень иногда повышает шипки. И поэтому нельзя, в принципе, духовными практиками заниматься, не зная закономерности работы мозга, о чём мы всё время рассказываем, как мозг устроен, как модель работы мозга. У меня там на сайтах и в школе я часто об этом рассказываю, что есть обычное состояние, там много конкуривших доминантов, именно благодаря этому мы можем принимать решения. Будет одна доминанта, это транс, она и все решения за вас примет. Эта доминанта может быть и негативная, например, несчастье, несчастная любовь, утрата там или ещё чего-то. А может быть позитивная, влюбился, или там получил какую-то удачу. Есть позитивная, негативная, но не в этом важно, а важно в том, что это одна доминанта, и каждый следующий момент времени это и есть фиксация внимания, это есть как раз-таки обрастание этой доминанты всеми связями, это влияние этой доминанты на весь организм, так называемая генерализация доминанты. Ну а вот в обычном состоянии это много конкуривших доминантов, это позволяет организму сохранять и обеспечивать свою автономность от того, о чём вы думаете, там ничего не ёкнет. А будет одна доминанта, вообразите, что собака побежала, подключились эмоции к этому, у вас уже и начнётся. Ну, короче говоря, я всё это рассказывал, и вы посмотрите мою работу мозга, модель работы мозга. У меня самая лучшая модель в мире, потому что миллион различных представлений, миллион состояний у человека в мозге, конечно. А я очень правильно классифицировал, почему я знаю, что это правильно, потому что именно эта модель мне помогала в практике моей. И из терактов людей, и после стрессы, и сока выводить, и готовить людей к экстремальным ситуациям, антистрессы, именно эта модель, как теория. Науку надо знать. Поэтому, кто не знает науки, он занимается, допустим, йоговской практикой, или там духовными практиками, какими-то там медитацией, там занимается альфа-методом, сильфа-методом, дельта-методом и прочее. Иногда может попадать в неприятную ситуацию. Я расскажу пару случаев. Ну, девочка, она, значит, концентрировалась на носике, потому что в йоге есть упражнение, когда ты сводишь глаза к носу, да, и определенным образом дышишь, но она так делала, лежа в постели. И она так делала, и потом, ну, некоторое время напрягалась, сосредоточивалась, сосредоточивалась, это напряжение, это фиксация внимания, это одна доминанта. Сосредоточивалась, потом отпускалась, а я все время говорю о закономерности, что после напряжения следует расслабление, плюс-минус, я один, торможение, возбуждение, как говорит Павлов. И происходит попеременно напряжение и ослабление. И здесь что произошло? Все зависит от исходного состояния. И вот она сосредоточивалась, отпускалась, сосредоточивалась, отпускалась, и потом вдруг у нее наступила такая тряска в теле, ее стало, ну, изгибать, как на полумостик, она так перепугалась, она не знала, что это такое. А это просто наступила релаксация, разгрузка. После этих сосредоточений наступила психическая релаксация, расслабление. И эта разгрузка стала выдавать все эти действия, которые нужны организму для того, чтобы восстановить баланс. Она не знала, что исходное состояние, она была истощена, там, несколько ночей не досыпала, и как раз у нее это появилось, чтобы быстрее восстановить баланс. Она этого не знала, этой науке, этих закономерностей. Испугалась, и у нее произошло второе явление, шибко, невротическое состояние. А она потом боялась вообще думать о том, чтобы делать йоговские упражнения. Ее прямо трясло. Ну да, я ей объяснил, она погрузилась, она вышла уже без этого, я уже не боялась. Но дело в чем. Я вам скажу несколько примеров, таких коротеньких, практических. Например, я шел по улице, подростком был, и мне мой друг научил, как входить в транс. Ну я тогда верил в телепатию, и что можно войти в образ передающего человека, и на одну волну с ним синхронно выйти в резонанс, и передавать ему мысли какие-то, и влиять на его, куда он пойдет. Ну так думал я. И стал сосредотачиваться. Стался сосредотачиваться, и прямо вошел. Прямо он идет, и я прямо внутри себя имитирую, что это я так иду, и я, вот его шаг, как я вижу его глазами, все, иду вдоль моря, там. И вот смотрю, иду, иду, и в какой-то момент я так погрузился в это воображение. Потом резко как-то выскочил оттуда, потому что машина проезжала. А мозг еще не перестроился, потому что когда доминанта формируется, она же формируется с генерализацией, да, вот и там и сосуды, там пластика мозга. Я же всего этого не знал, ну молодой, юный такой, очень увлекался всем этим, изучал все это. И вот я оттуда выскочил, а никак не могу в себя прийти. Я перепугался, естественно. Надо было медленно выходить, чтобы сосудики успели перестроиться. Давайте следующий случай расскажу, тоже очень важно. Значит, я шел домой к себе, к маме, там, где-то полчаса и концентрировался на кундалини, там, полагая, что у меня включится энергия. Я тогда очень в это верил, что йога, кундалини и так далее, я этим много лет занимался, всякими этими методами изучал. Поэтому я много этого все знаю. Поэтому я построил потом работу мозга, модель работы мозга. И вот значит, я сосудатачивался на кундалини. Время от времени я смотрел на мир с той точки зрения, оттуда. Я как бы так сильно сосудатачивался, я умею сильно сосудатачиваться. Так сильно сосудатачивался. И потом я оттуда выскакивал, опять сосудатачивался. И вот через 15-20 минут я прихожу к дому, это Гаджиева-3, дом писателя. О, всем привет, моим соседям, мне прямо все как родные, все, конечно, друзья, родные люди. Знаменитый дом писателя, Гаджиева-3 в Махачкале. И представьте себе, после этого опыта, моих сосудатачений, пятый этаж, мне надо к маме подняться, я неожиданно для себя на пятый этаж взлетел, как пуля. Как перышко. Ну, вообще я не помню, как я взлетел за одно просто мгновение. А там мой дворный брат, он лагоневрозом страдает, заика. И он меня ждал, что я его буду гипнотизировать, я ему обещал, а я перед ним нервничал, думаю, вдруг у меня не получится. А тут я взлетел, и такое у меня состояние было такого прилива сил, такой абсолютной уверенности в своих возможностях, нисколько не сомневаясь. Я подошел к нему, я боялся громко говорить, я боялся разрушить стены. Такой прилив сил. Я ему шепотом почти говорю, положи руки перед собой на стол. Он положил. Я говорю, они прилипли к столу. Я говорю, мягко, почти шепотом, тихо. И он не может их отнять. Он говорит, ты что со мной делаешь? А я говорю, а теперь скажи, свободно, легко, я иду в длинного, высокого, деревянного забора. И он повторяет за мной, я иду в длинного, высокого, деревянного забора. Потому что я его тут же вел транс. Своей абсолютной уверенностью. И вы представляете себе. Потом я ему говорю, а теперь степи руки так. Скажи, переплетаю пальцы рук так, чтобы они сплелись. Он говорит, переплетаю пальцы рук так, чтобы они переплелись. Чисто говорит. Я говорю, считаю до трех, не смогу разжать. Считаю до трех, не могу разжать. Раз, два, три. И не может разжать. Я говорю, теперь всегда будешь говорить свободно, легко. Повтори за мной. Я иду до длинного, высокого, деревянного забора. И он повторяет. И потом лучше стал разговаривать. По крайней мере, перестал бояться говорить. Ой, как это интересно бывает. Некоторые заики, они, допустим, у них органика, заика, они что-то же забывают. Но они перестают бояться. Иногда так забалтывают своих собеседников, что думают, лучше бы ты молчал. А раньше боятся слов сказать. Ну так ладно. Так вот другое, у меня Яша Михайлова был. Мы с ним занимались карате, дживу-джитсу. И вот этот Яша, я ему тоже несколько опытов таких сделал. Он мне потом звонит из нервного отделения. Забери меня отсюда. А я уже там на первом курсе учусь в мединституте. Что случилось, Яша? Он говорит, я не знаю, после твоих опытов у меня такое состояние. Я, говорит, боюсь, что я ударю по стене, она рухнет. То есть такая, говорит, сила. Я говорю, Яша, ты успокойся. Короче говоря, я его пришел, я с врачом поговорил, объяснил. Я потом много учил и психотерапевтов, и психиатров, что есть такие пограничные состояния, связанные с трансом, с трансгенностью. Джек Николсон, например, во сне ходил, со мной был, использовал это состояние, чтобы перевоплощаться. А кто не использует это состояние правильно, кто не знает науку саморегуляции, не знает закономерности работы мозга, почему я и приглашаю все время изучить эту науку, чтобы понять. Я это все время в школе объясняю. И модель работы мозга, и закономерности, и приемы эти показывают, чтобы человек мог сам пользоваться. 30% людей легко входит в транс. Но у них всякие ошибки могут быть, потому что они себя накрутят вот в этом, за счет транса вот этих. У меня один мальчик был, его родители приводили. Он там через месяц-два убегал из дома, его потом через месяц-полтора возвращали, всего побитого в сидяках, похудевшего, избитого, в товарном поезде куда-то уезжал, его там находили, ловили и привозили домой, наконец. Оказывается, он в транс ходит, лунатик такой, ну, в кавычках так называется. И там что себе вообразит, и потом вперед. Ну, я тогда в поликлинике работал, в Махачкале, в Первый городской, на 26 бакинских комиссаров, как сейчас в Москве, на 26 бакинских комиссаров, нахожусь. Да, я его погрузил в транс и сказал, больше не бегай никуда. Я его перевоспитал через это же состояние. Поэтому можно любому человеку, особенно тем, которые легко в транс ходят, не накручивая себе психосоматику за счет этого, а наоборот, научиться выходить в это состояние по своему желанию и улучшать свое самочувствие, и решать много проблем, как Джек Николсон. Ну, кто-то инженер, допустим, кто-то певец, я художник, я тоже вхожу в транс, и потом я выхожу на поточное состояние, я знаю, как это делать, и вас научу. И открываются ресурсы такие мощнейшие. А кто не знает, это часто бывают вот эти шибки. Попало в шибки, ну, любой физиолог это знает, что такое. Вот бывает, он вошел в трансовое состояние, резко вышел, а то сосуды не адаптировались, и у него страх такой, теперь боец все йога это занимается, или еще медитации. Там же много осложнений. Потому что надо же все медленно делать, попеременное напряжение, расслабление. Ну да, ладно, не буду больше сейчас вам голову морочить, но я просто хочу сказать, надо знать закономерности работы мозга. Наша школа Человек Будущего, Homo Futurus, я там много в роликах об этом рассказываю, и показываю приемы, как легко управлять своим состоянием, как подбирать простейшие приемы, простейшие действия, чтобы снять стресс, настроиться к работе, снять утомление, снять страхи. Записывайтесь на канал Ютуба. Метод Ключка Саялиева. Пишите там комменты, расширяйте школу. Ведь миллионы людей, которые увлекаются и йогой, и медитацией, и ребефингом, и многими другими вещами, не все у них гладко так происходит. Ну что вы? Вы, может быть, даже и не знаете, ко мне же обращаются, я потом регулирую. Ставлю все на место, как говорится. И мои ученики-специалисты тоже помогают им. Очень много-много. Поэтому и трансовость можно использовать для того, чтобы быть осознанным. А те, которые не могут войти в трансовое состояние, учатся снимать зажимы, которые мешают этому раскрепощению. И те, и другие получают пользу. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok